Как молодым русским людям сейчас заниматься официальной политикой? Как Сергей Шургунов в составе Справедливой России КПРФ? Как Константин Крылов, пытавшийся зарегистрировать НДП? Или, например, как Роман Юнеман, избравшийся в Мосгородуму как независимый кандидат? Ну, с одной стороны, вопрос очень практический, с другой стороны, очень абстрактный. Я вам дам ответ абстрактный, скорее, чем конкретный. Вот в чем была проблема Крылова, которая, на самом деле, поставила крест на его общественные деятельности, и слава богу, я думаю. В заиместный момент им выделили вместе с Холмогоровым довольно большие средства, и они должны были сделать партию. Видимо, там уже планировщики в Лондоне, они предвидели 2014 год и так далее, ну, такие заигрывания с национализмом. И они действовали там через Суркова, средства были получены, ну, и вот насколько у меня есть информация об этой ситуации и так далее, что произошло дальше. Дальше Холмогоров, он проявил максимальный сервилизм, да, то есть он пришел к Суркову, упал на колени, стал целовать ему ноги, как и понимаете ли вы, что вы гений, что вы выдающийся человек, вы замечательные писатели, и искусствовед, и историк, и политический деятель, какое счастье, что я ваш современник и так далее. Ну, Сурков, он не дурак, конечно, он посмотрел на человека и понял, что, ну, он даже нормальный, он, ему можно что-то давать, но этот человек никогда, он не в состоянии будет ни организовать, ни партию, ни еще. Он вот так хорош сам по себе, пускай он там где-то работает, ему можно платить неплохие деньги, ну, для индивидуального, для индивидуальной деятельности, кустари-одиночки. И то, что он смешной, такой жалкий, ну, это только в плюс, потому что русские такими и должны быть. Вот, и ему действительно дали какой-то кусочек там, он живет, существует, более-менее неплохо, то есть, в зрении материальное существует. Что произошло в это время, Крылов был окрылен созданием этой партии, извините за кламбур, и он надеялся, что Егор Холмогуров будет его там правой рукой, а не как Маркс и Эннис будут там, значит, руководить. При этом он, естественно, не понимал, что такое реальная партия, как реально партии руководятся, и зачем они вообще созданы. У него были стереотипы, навязанные там философским факультетом МГУ и вообще советским, значит, этим менталитетом и всей этой ерундой с историей КПСС там и так далее, который является абсолютной фантастикой. Вот, но его поведение в этой ситуации, оно было детским, потому что на фоне каких-то реальных денег и организаций он должен был предложить Егору Станиславовичу что-то реальное. Не просто за идею быть соратником и отдать ему первое место в партии, а получить что-то взамен. Ну, например, довольно большую сумму денег, которая будет выплачиваться ежемесячно. На что ему Калмогоров, собственно, так прямо и намекнул в открытом тексте, что я готов с тобой работать, Костя, все нормально, отлично, мы будем вместе с тобой делать партию. Но ты мне будешь платить ежемесячно, значит, денежку за это, серьезную, настоящую. Вот, и заломил, поскольку он не соображал вообще, так сказать, как такой человек, как Калмогоров, может реально вести переговоры. Ему казалось, что он очаровал, так сказать, этого Суркова, он там все разрушил. Ну, не все, да, но реально его перестали воспринимать серьезно. Вот, он должен был назвать, ну, какую-то реальную цифру, там, он назвал цифру, которую, конечно, Константин, она взбесила. И, наверное, если бы тот и другой были политиками, хотя бы там, ну, хоть в какую-то капелюшечку, да, они бы могли установить консенсус, да, поговорить, потроговаться, то, то, сё. Вот, и действительно, это было бы серьезно, потому что они были таким симбиозом, они вместе могли бы что-то сделать, и, кроме всего прочего, вместе было хорошо друг с другом. Это были друзья, которые друг друга поддерживали и подпитывали просто вот самим фактом общения в тот период. Вот, в результате получился разрыв, и какие-то элементы этого разрыва можно увидеть в открытой прессе. Но это еще не все, не все. Одновременно Крылов, он решил, что он может, там, грубо говоря, куратором, которые выделили ему средства, выкручивать яйца. И он стал говорить, а вот этого я делать не буду, а это вот я считаю неправильно, а пошли все, это моя партия и так далее. Ну, они посмотрели, ну, человек, он неоперабельный совершенно. Они перекрыли финансирование, и на этом все закончилось. А он из упрямства, из своих личных каких-то средств, там, грошей и оставшихся капиталов, которые он мог, в конце концов, просто себе там присвоить, никто бы ему ничего не сказал. Он продолжал, честно, вот, финансировать и так далее, явно мертворожденную структуру. То есть, они оказались людьми совершенно, как бы, лишенными политического чутья, лишенными политического предвидения и так далее, и так далее. И, ну, со временем, думаю, ну, там, уже через несколько лет, ну, в тот период, когда мы общались с Крыловым, я думаю, что он, ну, к такому выводу, так по косвенным каким-то словам, к такому выводу и пришел, что он поступил неправильно, это была ошибка. Любая политическая деятельность, эта деятельность построена на компромиссе и на месте. Но месте нельзя существовать сразу, нужно подготовить и уместить тогда, когда для этого есть объективные возможности. Ну, вот это лет на 5-10 отбросило вообще развитие русского политического движения. Я думаю, что в целом никаких партий сейчас не нужно. Я не вижу людей, которые могут этим заниматься, которые вообще в достаточной степени понимают, как это происходит, обладает ноу-хау, тем не менее, эволюция общества найдет достаточно быстро. Вот возьмем господина Просвернена, и спутник, и погрун. Что там реально произошло? Произошло следующее. Люди попытались заниматься в интернете какой-то общественной деятельностью, и даже я не сказал, что она политическая, ну, или литературно-общественной деятельностью. И когда Просвернена создала такую вот площадку, много людей, энтузиастов, они с интересом стали там публиковаться, и к своему восторгу многие из них получали какие-то гонорары. Дело стало быстро развиваться, и людям было очень интересно, и с точки зрения текстов, и дизайна, и иллюстраций. Ну, в общем, дело так вот пошло. Потом оно прекратилось мгновенно. Есть спутник и погром, и нет спутника и погрома. И Просвернена сказала, я никакого отношения к этому проекту не имею. Официально заявил. И кому принадлежит этот спутник и погром, я не знаю. И все тексты этого спутника и погрома, вот они исчезли, непонятно, что там то, что находится. Что здесь произошло? В чем ошибка? Существует право, и наиболее просто это изучать на международном праве, эволюции международного права. Там все писано кровью. Например, как додумались до того, что пленным нужно создавать человеческие условия жизни. А потому что убивать пленных нерационально. Мы убиваем наших пленных, а противник убивает своих пленных. То есть наших друзей, комбатантов. Потом это такая жестокость убивать пленных. А на должности офицера должен быть не мясник, а человек, который немножко соображает. Особенно если это, например, артиллерийский офицер, который должен уметь считать, стрелять с упреждением. Так вот вырезать пленных – это как бы не камильфо. Потом решили, что на самом деле, чтобы избежать лишних потерь, ненужных результатов, можно достигнуть без того, чтобы убивать пленных. Или без того, чтобы их продавать в рабство, на галеры и тому подобное. Потом решили в это же время, что офицеров нужно отделять от солдат пленных и создавать им сносные условия существования, всячески подчеркивая уважение со стороны противника. Почему? Потому что, чтобы свои солдаты видели, что офицер – это существо иного порядка разумений. Если сегодня пинать пленного офицера вражеского, избивать его, унижать и тем более его убивать, то завтра своих офицеров будут убивать в спину. Потому что, ну такой солдат, ну чем убить человека? Вот нажал курок – все, и нету. Вот офицер что-то долбит, долбит, что-то прыгает, прыгает. Нажал курок – и нету. А так, оказывается, что офицер – это высшее существо, он говорит на иностранном языке, у него особая форма. И одновременно он уважаемый человек, и он заботится о своих солдатах, отец солдата. Поэтому его убивать нельзя. Ну и так далее. Вот такие были правила, которые были выстраданы реально кровью. Потому что, когда люди поступали не так, они получали быстренькую ответочку и просто методом дарвиновского отбора. Те, кто поступали иначе, они проигрывали в войну, сами погибали. И на этом все, значит, заканчивалось. И то же самое во всех областях, даже в самых таких нейтральных. Допустим, в Западной Европе существуют многосотлетние традиции журналистики. Опускают журналы, научные журналы, общественные, политические, публицистические, литературные, любые. Эти журналы в сотни, тысячи, повторяю, они выпускались на протяжении столетий. Довольно быстро выработали оптимальную форму работы с этим материалом. У журнала есть свой хозяин, главный редактор, издатель. Часто это люди, объединенные в одном лице. У журнала есть свое направление, заявленная тема. И в журналы есть редколлегия, редакционная коллегия, которая формируется из наиболее активных авторов и наиболее уважаемых людей в данной области, которые поддерживают это начинание. И главный редактор, он ответственен перед редакционной коллегией. Даже если он полностью хозяин журнала, если он целиком занимается финансовыми делами, Если он является основным автором, все равно он отчитывается перед редакционной коллегией в содержании своего журнала. И таким образом, вот эта совокупность текстов, вот эта, так сказать, идеологическая составляющая, она ему не принадлежит. Он не может по своей воле взять и просто закрыть журнал, переменить его на правление, как было сделано со спутником и погромом. Его просто закрыли за один день и все. А человека, который сделал, сказал, я никакого отношения к этому не имею вообще. И никто ему ничего не сказал. Потому что не было редакционной коллегией. Ну, с иными словами, ну вот, допустим, предположим, выпускается журнал, посвященный там коневодству. И называется как-нибудь вот «Сиреневый мустанг». И вот в этом журнале есть главный редактор, который занимается всей финансовой составляющей. Есть редакционная коллегия, которая не лезет в финансовые вопросы, но она занимается идеологией. И туда входит, ну, олимпийский чемпион по конному спорту, профессор биологии, который занимается историей лошадей, известный руководитель клуба «Жакеев», директор ипподрома, человек, у которого есть конюшня с каковыми лошадями член, там, я не знаю, королевской фамилии Великобритании, который занимается конным спортом. Вот эта группа, да. И она сама в той степени публикуется в этом журнале, и она занимается функциями контроля. И вот один прекрасный момент, выходит номер журнала, они его открывают и видят, что там добавлен еще один отдел. То есть там один отдел – это спорт конный, второй отдел связанный с биологией, там, с терьером, потом истории конного спорта, лошади в живописи, античный, современный, там, скульптурное изображение. И последний отдел такой серьезный, там, сделали новый кулинарный изготовление бифштексов из конины, копченой колбасы и так далее. И вот такая новинка. Собирается редакционная коллегия, вызывает главного редактора и говорит, а что это такое, это откуда? Он сказал, а вот у нас был, говорит, у нас был вот этот спонсор, он сейчас там с Кадыровым общался, все, а вот сейчас этого спонсора нет, там, что-то изменилось у них, а деньги нужны. И вот с Мироторгом заключили соглашение о рекламе мясной продукции, ну, вот, содержащей конину. Они выделили средства, журнал будет дальше выходить и так далее. То есть, лошадь там, это не только друг, не только, значит, средства передвижения, но и колбаса. На что, скорее всего, этому человеку бы сказали, что, знаешь, мы так не договаривались, для нас это частицы жизни, жизни духовной и так далее. Ты можешь там создать свой журнал, например, назвать его «Канина», и там вот печатать блюда, так сказать, связанные с этим. А мы к этому не хотим быть причастными, у нас другое направление. Поэтому, либо ты уходишь отсюда, либо мы уходим. Ничего другого тут, как бы, уже быть не может. Вот, что такое редакционное коление. И сейчас общество, когда возник спутник и погром, я, конечно, там, в полглаза как-то наблюдал, что там происходит. Примерно было понятно, чем все закончится. Но я понимал, что об этом что-то говорить, писать и так далее бесполезно, потому что, ну, люди на уровне непуганных идиотов. Вот сейчас, в 2020 году, по этому поводу уже говорить можно. То, что общество развивается, у людей получается какой-то опыт, и они в состоянии совершать какие-то вот такие социальные действия. Не партии какие-то, партии там и так далее. А вот на таком элементарном уровне, как группа просто интеллигентов, пишущих людей, литераторов, в блогах, там, еще где-то, человек, тот же просверним, создал какую-то новую статуру. Замечательно, очень хорошо, прекрасно. Давайте сделаем редакционную коллегию из основных авторов. И скажем, чтобы этот человек отчитывался о том, что происходит. И в зависимости от финансовой ситуации, делал финансовый отчет. То, что, допустим, это миллионер, у него миллион долларов, он сделал там все это мои деньги, и вообще там я ничего говорить не буду. Ради Бога, это его право. Если речь идет о каком-то коммерческом мероприятии, в котором принимают участие другие люди, они дают свои имена, они должны видеть, ну, не то что там участвовать обязательно в прибыли там и так далее, но, по крайней мере, видеть финансовую составляющую, какие там деньги, кто их платит, за что, и участвовать, ну, в той или иной степени в распределении этих средств, понимаете, хотя бы совещательным голосом. И то же самое касается, там, например, попыток на ютуб-канале деятельности господина Задумова, там и так далее. Эти проблемы отсутствуют, например, в данном случае отсутствуют у меня, потому что я действую один, я никого, так сказать, не привлекаю, я не несу полную ответственность, у меня нет других авторов, за которые я ответственен. И я, естественно, в финансовом отношении полностью, это я, так сказать, Наташа, мы вместе вот действуем. Естественно, Наташа, она полностью в курсе того, что происходит. Вот это путь, я считаю, путь в том числе социальной и политической консолидации. Заниматься какой-то ерундой, о которой все равно вы не знаете и действуете, как какие-то, даже не дилетанты, а, знаете, карточный болван. До своем уровня пытаться хоть немножко прийти в себя и попытаться вот заниматься какой-то социальной деятельностью. Ну, очень долго отвечал, но, по-моему, тема того стоит, она важная, и мне вот хотелось это как бы донести. Ну, не знаю, донес или там расплескал, но попытался. Вот.